здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами программа доктор плюс я ее ведущий владимир яровой у нас сегодня в гостях канон массимов это терапевт нашей видновской поликлиники и мы будем разбирать очень не актуальную в данный момент тему это острые респираторные вирусные инфекции острые респираторные вирусные инфекции сокращенно и рви так называют большую группу болезней органов дыхательной системы респираторные значит дыхательные поражают слизистую носа пазухи горла гортань трахею бронхи и легкие инфекции верхних дыхательных путей повреждают слизистую носа, носовые пазухи и горло. Инфекции нижних дыхательных путей поражают гортань, трахею, бронхи и легкие. Ну, наступила зима и, естественно, в этот период, так как холодно, люди чаще болеют вирусными инфекциями. Вот мы сейчас попробуем с доктором выяснить, из-за чего это происходит и как нужно избегать этих заболеваний. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, вы правы, подчеркнув актуальность данной проблемы, так как острая респираторная вирусная инфекция носит за собой собирательное понятие, так как в данную группу входит множество вирусов, которые поражают верхние дыхательные пути человека. Самой отличительной особенностью это является сезонность данного заболевания. Ну, это же мы не исключаем того, что она и летом бывает, и осенью, и весной, в любое время. Верно. Просто она выражена именно в этот сезон. Верно. Больше всего. Да, действительно, ввиду того, что вирус циркулирует и окружает нас в повседневной жизни, будь то общественный транспорт, либо общественные места, то, соответственно, есть всегда риск, скажем, именно того, что мы можем заболеть с вами. Но наша задача этого не допустить и принять все профилактические меры. Профилактические меры – это система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний. Наиболее частыми возбудителями данного вируса среди всех вирусных инспираторных заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа и в том числе коронавирусная инфекция. Ну, скажем так, эти вирусы могут давать разные клинические картины, о которых мы, в принципе, и должны предупредить наших зрителей. Верно. Говоря о клинике, да, действительно, каждый вирус, тот или иной представитель данного класса, имеет свои отличительные особенности. А проявляется это чем? Правильно. Любое заболевание проявляется триадой симптоматий. То есть, первое – это что? Это интоксикация, а именно повышение температуры тела до 30 и выше градусов Цельсия. Параллельно с этим отмечаются наиболее распространенные симптомы, такие как потливость, озноб, также отмечается жажда. То есть, общие симптомы, которые есть при любых расстройствах. Верно, да. Но также есть и череда определенных симптомов, которые проявляются, например, расстройством желудочно-кишечного тракта, либо суставными болями. Суставные боли – это неприятные ощущения, которые локализуются в области крупных и мелких суставов человеческого тела. Они могут быть связаны как с общей интоксикацией организма, так и локальными патологическими изменениями в тканях. И здесь важно понимать именно диагностику того или иного возбудителя, и отсюда, соответственно, изменяется план лечения и тактика ведения такого пациента в зависимости от симптоматики. Если мы говорим о классическом течении, вирусной инфекции, да, насморк, головная боль, повышение температуры и, соответственно, горло. Болит? Ну, нужно предварительно сказать, что все-таки при любом заболевании, остром, респираторном, есть определенный продромальный период. То есть это период, когда только начинают развиваться симптомы. Вот какие, как правило, бывают периоды данного заболевания? Если мы говорим, да, о периоде продрома, продромальном периоде. Продромальный период заболевания – это один из периодов развития инфекционно-воспалительного заболевания, так называемый период предвестников. Все верно было сказано. Вирус до того, как вызвать ту или иную реакцию со стороны организма, должен определенное время побыть в организме, чтобы адаптироваться и вызвать дальнейшую цепную реакцию. То есть размножиться, начинать выделять токсины. Да, да. Именно об этом важно подчеркнуть. Исходя из того, что входные ворота для человека служат – это верхние дыхательные пути, а именно это носовая полость, полость носоглотки, то, соответственно, вирус, проникнув через верхние дыхательные пути, оседает где? Правильно. Это ротоглотка и нижние дыхательные пути. То есть нужно сказать, что, как говорили раньше, это воздушно-капельный путь передачи. Именно так. Да, аэрозольный воздушно-капельный путь. Воздушно-капельный путь – это способ передачи возбудителя через воздушную среду, например, при кашле или чихании, после чего возбудитель пребывает в ней в форме аэрозоля и внедряется в организм человека при вдыхании зараженного воздуха. Исходя из этого, соответственно, нарастает симптоматика, начиная от боли в горле, першения в горле, да, оптимальная симптоматика. Далее чувство сухости во рту и отсюда уже путем наслоения насморк, соответственно, болевой синдром. И целая череда общих симптомов. Да, и целая череда, да. Ну, не говоря уже об осложнениях. Все-таки это уже несколько иное направление, когда мы говорим, что затяжной период, да, то есть когда, допустим, пациенты не обращаются своевременно, к примеру, за помощью, да, либо же период недолечивания, то впоследствии это может привести к осложнению. Ну, как правило, сколько продолжается данное заболевание? Вот все острые респираторные заболевания, ну, я знаю, что, как говорили, что если лечишь, оно продолжается 7 дней, а не лечишь неделю. Верно. Общий период составляет от 5 до 7 суток. То есть вот это как раз происходит на острый период. Если оно затягивается дальше, то это уже будет говорить о том, что в организме произошли определенные осложнения. Верно, да. И организм, соответственно, продолжает бороться, но ему уже нужна более специализированная помощь. Ну, и я думаю, что нужно здесь заметить о том, что мы говорили, что могут быть различные формы проявления. Это не только насморк и боли в горле, но это могут быть проявления токсического характера со стороны кишечника и всего остального. Верно. Да. Если мы говорим со стороны кишечника, как правило, пациенты предъявляют жалобы, первое на что – это нарушение стула. То есть многократное нарушение стула или диарея. По-другому. Верно. Такие пациенты, соответственно, вынуждены, ввиду развития данной симптоматики, прибегнуть к использованию определенного ряда препаратов, так как нужно купировать это состояние. Опасность его в чем? В том, что регулярная, скажем, эвакуационная способность кишечника, которая приводит к многократным позывам либо актом дефекации, может осложняться тем, что пациент может потерять много жидкости. То есть можно попроще сказать, что у человека будет понос. Да. В народе именуемое слово, да, именно так. Но здесь, соответственно, важно прибегнуть к правильному плану лечения. И ему необходимо больше питья. Верно. Потому что как раз теряется, как правило, много жидкости. Ее нужно восполнять. Вот как лучше восполнять жидкость в данных условиях? Водный баланс, непосредственно электролитный состав. Электролиты – это минеральные соединения, обладающие электрическим зарядом. Они находятся в тканях организма и в крови в виде растворов солей. Электролиты способствуют продвижению в клетке организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена, поддержанию водного баланса клеток и стабилизации кислотности pH. В теле организма человека восполняется чем? Это щелочное питье. То есть минеральная вода, в первую очередь. Если мы говорим об обычной воде, здесь рекомендован прием именно теплой воды. Кипяченой, либо теплой, но не сырой. Ни в коем случае. Также рекомендован прием некрепкого черного чая, либо зеленого чая, для того, чтобы восполнить общие потери водного баланса в нашем организме. Также есть определенные препараты, которые способствуют именно уравновешиванию электролитного баланса в организме. Многие пациенты таких знают, но уже, соответственно, назначаются они после консультации врача в терапию. Вот как вы относитесь к тому, что нужно купировать температуру? С какой температуры необходимо с ней бороться? И вот рекомендации в этом отношения? В классическом варианте, если мы рассматриваем вирусную инфекцию респираторную, то, как правило, у всех на слуху, то, что до 37 градусов, 37, 37,5 бороться не следует, так как организм за счет своих иммунных клеток непосредственно адаптируется и старается данный вирус победить в организме. Здесь следует отметить, что при температуре выше 38 градусов, это та самая граница, когда уже подчеркнут о том, что вирус перешел в некую иную стадию, в свою фазу развития, и здесь необходимо все-таки уже прием показан жаропонижающих препаратов, потому что необходимо, скажем, помогать нашему организму при борьбе с токсинами. Токсины – это вредные вещества, вырабатываемые в живых клетках или организмах. Ну, то есть, говорит, 38 градусов и выше, это говорит о том, что уже выражена интоксикация, с ней уже необходимо бороться для того, чтобы, в принципе, ну, не знаю, как кто, я, например, даже если уже за 37 и этот самый, это я иногда принимаю для того, чтобы просто не болела голова, скажем так. Да, верно. Побочное явление токсинов при термической реакции, когда именно гипертермия, повышение температуры тела в организме, опасно тем, что есть продукты распада и обмена вот этой вирусной деятельности, то есть так называемые токсины. И чтобы их, скажем, ликвидировать, элиминировать, то нам необходимо как раз-таки прибегнуть, как вы правильно сказали, к приему таблеток жиропонижающего либо противовоспалительного препарата. Ну, для того, чтобы облегчить общую симптоматику. А какие, вот, если говорить о том, почему нужно серьезно относиться к острым респираторным вирусным инфекциям, вот какие осложнения наиболее часто встречаются, и они могут быть, ну, скажем так, опасны для организма? Первый момент непосредственно касается времени, то есть течения заболевания. Сколько дней болен пациент? Это первый момент. Второй момент. На фоне длительности течения и то, как протекало заболевание, стоит учитывать такой важнейший фактор, как возникновение осложнений бактериального генеза. То есть, проще говоря, ввиду того, что поражаются дыхательные пути, это пневмония. Пневмония – это воспалительное заболевание легких, поражающее в первую очередь небольшие воздушные мешочки, известные как альвеолы. Одно из грудных осложнений, которое может развиться. Кроме нее также может быть бронхит. Ну, там могут быть сначала и, там, вот, трахеиты, бронхиты. Потом уже это все переходит на ткань легких. Да, именно так. Ну, и что еще, кроме поражения легких, что может страдать, скажем, первую, вторую очередь при заболевании и осложнении? Также необходимо подчеркнуть о пагубном воздействии со стороны вирусов на сердечно-сосудистую деятельность. Сердечная деятельность – функционирование сердца, направленное на поддержание физиологического гомеостаза, который в этом случае является целевой функцией. В данном случае, может быть, при определенных формах это нарушение ритма сердца, увеличение частоты пульса, да, то есть… Ну, естественно, температура повышается и будет… Да, перебои в работе сердца, да, именно так. Параллельно с этим также на органы мочеводелительной системы – это почки. Все-таки фильтрационная способность, проходит очень много крови. И, соответственно, на фоне вирусной нагрузки, соответственно, нагрузка… Интоксикации высокой. Да, да. Ну, и нагрузка на почки тоже имеет место быть. То есть, в принципе, нужно для того, чтобы избегать этих, скажем, осложнений, нужно все-таки больше употреблять питья, для того, чтобы чаще и больше выводилось токсинов, и они были не так концентрированы при поступлении в почки и другие органы. Да, верно. Также следует подчеркнуть непосредственно, что является мерой профилактики данного заболевания. Здесь следует отметить то, что, да, мы все подвержены довольно высокому риску общественный транспорт, общественные места, заведения, и, соответственно, придя с улицы, первым делом рекомендуется, что правильно произвести, санацию, гигиену рук и полость рта. То есть, руки вымоются тщательно с мыла, а полость рта и ротоглотки, можно, соответственно, произвести орошение. Например, прополоскать горло даже обычной водой можно. Тем самым… Ну, в принципе, для этого лучше все-таки использовать, мне кажется, гипертонический раствор. Ну, для начала это, там, 1-процентный, 1-процентный, чтобы он был немножко больше, чем изотония, для того, чтобы промыть. В принципе, как в древности делали йоги, промывали нос, рот и все остальное, для того, чтобы, в принципе, если вы приходите с работы домой, вечером, если это все сделаете, то вы механически, во-первых, удалите всю эту бяку, которая там накопилась за день. А кроме того, еще и сама сольность будет астматически высасывать вот эту вот неприятность, и удаляться будет больше слизи из носа и изо рта, и таким образом. Да, именно так. За счет того, что концентрация соли, да, как вы сказали, да. Именно таким образом соль, ввиду того, что используется гипертонический раствор, ввиду оказываемого давления, способствует именно вытягиванию, вытягиванию вот этой всей… Ну, а какие вот у нас есть защитные механизмы внутренние для того, чтобы бороться с этими заболеваниями? В нашей системе, система организма человека, предусмотрена защита посредством иммунной системы. Иммунная система – это система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. Ну, то есть она эшелонированная, скажем так. То есть есть местные и есть внутренние, общие эти самые. Вот как это все будет? Значит, как это все выглядит? На примере, представим такую ситуацию, пациент болен, непосредственно входные ворота инфекции, верхний дыхательный путь, вирус проник, проник, и, соответственно, первая встреча происходит, что организм знакомится с ним, то есть клетки иммунной защиты. Ну, наверное, сначала не специфические есть воздействия, это с помощью интерферона собственного, которое есть и выделяется в носоглотке, ну, в носу большей части. То есть вот там у нас первый барьер. Да, то есть клетки защиты, которые расположены на слизистой оболочке, на рецепторах, в данном случае, обонятельных органов, да, как мы сказали, это полость носа. Ну, механической защитой это является, что первое, это если мы говорим о крупных частицах, правильно, это волосяной покров внутренний, а далее, так как вирус все-таки микрочастица, при проникновении уже в слизистую, его встречают верно клетки неспецифической иммунной защиты. Неспецифические иммунные клетки. Это иммунные клетки, которые реагируют на множество антигенов, а не только на один антиген. Неспецифические иммунные клетки функционируют в первой линии защиты от инфекции или травмы. Которые впоследствии стараются подавить дальнейшее распространение вируса. То есть это интерлейкины, интерфероны, лимфоциты, главные клетки показателей в крови, ну и далее уже лейкоциты. Лейкоциты – это основной каскад. То есть это уже если прорывается барьер у нас местный, то тогда вступает общий организменный ответ. Сейчас давайте прервемся и послушаем вопрос телезрителей. Уважаемые врачи, есть мнение, что при заболевании ОРВИ или ОРЗ достаточно выпить водки с перцем, принять баню, и болезнь уйдет. Так ли это? Все, скажем так, большая часть населения, особенно мужского, она любит, конечно, эти проблемы купировать таким образом. Ну, давайте попросим специалиста, что он нам ответит на эту тему. По данному вопросу можно ответить следующим образом. Значит, если мы говорим о приеме спиртных напитков, в данном случае алкоголь, употребление алкоголя внутрь, какой будет его механизм действия? Да, соответственно, местно, за счет того, что этанол расширяет сосуды, соответственно, будет воздействие на сосуды, на сосуды, на общециркулирующее кровообращение. То есть, возрастет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Да, именно так. Это первый момент. Что касается высоких температур, то есть, когда организм… Ну, давайте еще скажем, что этанол – это все-таки яд. Ну, в какой-то степени концентрации – да. То есть, концентрации, да, это зависит, но в этих концентрациях, которых принимают, это яд 100%. Да, потому что… Еще в этих условиях, когда есть поражение достаточно высокое, и так интоксикация есть, а вы хотите ее усилить. Верно. Здесь все-таки есть рекомендованная доза, если мы говорим в целом, да, об употреблении спиртного, но, к сожалению, возможно, 1%, а то и меньше, придерживаются этих нормативов, касаемо употребления алкоголя. А уж тем более, когда мы говорим о том, что если пациент болен, и тем более это респираторно-вирусная инфекция, то, как показывает практика пациентов, прибегают они к довольно большим количествам употребления спиртного. И, соответственно, если это все сопровождается приемом бани, сауны, хамама, то, исходя из того, что организм и так уже вовлечен в процесс, то есть и… Ну, у него есть температурная реакция, вы ее еще провоцируете. То есть защитная реакция организма, да, это температура, так как организм борется, да, и токсины, жизнедеятельность, вирусные нагрузки должны быть ликвидированы, то посредством высокой температуры мы, получается, оказываем пагубное влияние на общепериферическое действие сосудов и вообще в целом на работу кровотворной системы. То есть это нежелательно. Ну, можно сказать, здесь в защиту этого метода лечения, если у вас нет проявлений, вы просто где-то были на холоде, и вы пришли и пошли в сауну, и таким образом согрелись, если у вас нет проявлений острого заболевания, то это, в принципе, возможно. Такой метод возможен. Но если уже заболевание проявилось, то, естественно, заниматься тем, что вы будете напрягать свой организм дополнительно, когда есть проблемы, то здесь, конечно, нужно быть очень внимательным и аккуратным. Ну что, спасибо. Давайте поблагодарим нашего гостя за столь содержательную беседу. Всего хорошего. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok